Так, ну что, времени у нас остается немного, и мы проходим, это у нас что за самолет получается? АНТ-40, первый самолет Туполева, он так называется, Андрей Николаевич Туполев, АНТ-40. Первая детьща его. Тоже бомбардировщий, да, да, да. А вот та экспозиция, этот, Ту-2, это уже серийные пошли. Так, ну мы как раз на самолеты посмотрим еще, когда будем проходить. Вот это МиГ-17, МиГ-15, вот тот МиГ-21 стоит. Это который с номером 37? Вот тот, да, с носом МиГ-21, МиГ-17, вот это МиГ-15, на котором разбился этот Гаганин, вот этот МиГ-15 и есть. А, это вот именно на нем? На нем, да. Он же тогда испытания какие-то проводил? Ну, они, да, летные испытания проводили, там, то ли ракет, то ли двигатель, ну и что-то проводили, да. Так, а дальше мы уже... Ну, морская часть пошла. Идем. Два бронекатера. В корабельную, да. То есть, вот это вот все речной, катера речные, скажем. Старожевые, да, какие-то они? Ну, да, катера, старожевые, речные. Ух ты, здесь даже подводная лодка, но это ищука, и Ильдея, декабрист. Это еще дизельная, да, получается? Да, они все дизельные, да, атомные уже пошли позже, большие. Ну, как правило, 4 отсека, наверное. Вот как раз была клауту, когда мы ездили, там вот одна из дизельных лодок была тоже предоставлена, так здорово. Спускаешься, такая сразу атмосфера военная, подводная. А вот, если там внимательно посмотришь, пересмотришь, увидишь там, называется, проект 605-101, она такая с ракетами, вот внимательно посмотришь, вот я на ней служу. Отлично. М-ка, это малютка даже, малютка. М-32. Макет малой дизельной подводной лодки типа М. 36-40, смотри, понятно, Великая Отечественная война, 40. Да, у ней свой якорь, такой же, как у корабля, да? А вот якорь вложен, назваться икорной плюс. Вот это вот руль, носовой, горизонтальный руль. Это торпедная парада, да? Торпедная парада, да. Руль какой у нас, вот здесь вот? Вот это, вот это носовые, горизонтальные рули. Ага. Вот дальше видно кормовые, а есть вертикальные, ну вот так вот. Ага. У всех вот три руля, носовые, кормовые. И вертикальные. А торпеда у ней получается, а, с этой стороны тоже должна быть, да? Да, 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 вот она показана, вот он. Ага. Прогал, просто здесь он открыт. Лючок есть, да. Вот здесь вот, как скажем, гидроприводом, раз так открывается и получается открыт. Ясно. То есть, у нас осталось всего два торпедных аппарата. Но он одновременно может и тот, и другой открыть? Да, да, можно и тот, и другой открыть. Все ясно. Так, идем дальше. Вот два бронекатера тоже, но там уж совсем для этих, плоскодонки, на мелководье. Скорее всего, для Дунайской флотилии, вон тот. Слушай, а пушка, смотри, как у... 76-я танковая пушка, да? Да, 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 как у 34-ки, 34-76, он и есть. А действительно, смотри-ка, он может прям где-то на двух... Ну, сколько, полметра, да? Да, на двухметровой глубине, наверное, ходить. Да, малый ручной бронекатер, 11-25 проекта. От сторожевых катежов мы переходим к паровозам. Паровоз М номер 716-66, 1931 года выпуска. Своловушка, уже мясная дорога. А давно у вас этот музей? Не в курсе? Ну, Козитинс выбирал его десятилетиями, лет, наверное, 30 точно. И каждый раз что-то новенькое добавляется. Ты же видишь, что самолеты лежат, где-то находят, привозят. То есть, что-то, если привозят, то уже будет на реставрации. Да, слушай-ка, и вот это, наверное, тоже вот так собиралось по крохам, да? Да, да, да. То есть, если какие-то музеи просто там с армии отдавали, ну, например, Парк Патриот, там, в основном, все новейшее. Здесь именно все самое старейшее, все, что было, скажем, за это столетие, после времен Гражданской войны, построено, вот здесь все это есть. Слушай, а это что за паровой котел у нас? Ну, вот, Паровой, Черепаново, знаешь, паровоз? Вот это и есть. Паровоз Черепаново. Самый-самый первый. Самый-самый, да, какой-то, ну, может быть, не именно этот, но он, посчитай, по земле ездит, не по рельсам, колеса сделаны. Да, колеса-то были такие еще, а потом уже реборду делали, придумали эту реборду, чтобы он стоял. Да, рельсы, крутые, первые эти тоже, масляные радиаторы, вот эти вот. Чем-то похожие на трансформаторы. Ну, трансформаторы есть, это. Фризерный станок. Ух ты. Да, сегодня единственное, чего не хватает, это солнышко. Кажется, еще планетарий можно зайти потом туда. Ух ты. Да, ну, как тут можно за два часа обойти все, половинку можно не считать, мы ее потеряли уже, пока тут соображали, куда зайти, куда и чего. А, вот тут схема, да, музейного комплекса, вот как раз посмотреть, где мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся вот, получается, ну да, где-то вот тут вот. Вот мы мимо кораблей прошли, и вот это планетарий. Вот, 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 желаная точка. Ага, все. Да, нам еще, если сюда пройти, да, вот видите, сколько нам надо вот до сюда вернуться сюда, планетарий, потом сюда. А потом вернуться еще оттуда, откуда пришли. Ну да. Да, конечно, не все экспонаты здесь обозначены информационными табличками. Вот это, к сожалению, мы не видим, как называется бронемашина. Но, что интересно, у них, посмотрите, рессора не вдоль машины, а поперек. Я вот такой вот, честно говоря, вижу первый раз. Это как раньше на каретах. И гусеницы у них, видите, снабжены такими резиновыми подушками сверху. Можно даже по асфальту ездить. Ты бы этого не сделала? И плюс еще два ряда, получается, колес, да, по гусенице. Да, такие поддерживающие. Да, да. Так, это у нас, получается, какая-то зенитная арупия. Это, я помню, вы понимаете, с корабля какого-то, да? А может, что-то похожее. Это уже вот зенитная пушка. Это вот наделная агент. А, это уже похоже на станине. Ну да. Это коробки довоенные. 61-й год. Легкая гаубица. Пушки у нас закончились. Начинаются танки. Истребитель танков. Я панцер. Танк, истребитель танков, да? Получается. Панцер, панцер. Я что-то из фильма вспоминаю. Вижу панцер, говорит. Штурмовое орудие. Это, я так понимаю, тоже немецкое. Это все немецкое. Штурм Штурм-4. 1943 года. Он тоже немецкое. Да, слушай. Славовое тоже орудие. Штурм Штурм-3. То есть, это как самоходные установки, получается? Да, да. Ну, типа САУ. Да. А это, например, уже какой-то Тигр, наверное. Да, это похож на Тигра. Но не Тигр, да? У Тигр как-то она более такие формы, квадратные были здесь. Тоже панцер. Так, это все у нас, получается, немецкие трофеи. Немецкие, да. Буктанк. Китайский. 1934 год. Ух ты. А здесь уже более современные, реактивные. Да, да. Смотрите, 7 миллионов ранее. А, тут Диньковая. Спаренная автоматическая зенитная установка. Да, 11М. Так, спаренная автоматическая зенитная установка. Так, это у нас 25-миллиметровая спаренная автоматическая зенитная установка. 2М3. 1953 год. Идет установка 4,5 метра. 2М7. Так, это пусковая установка 140-миллиметров МС-221 образца 1988 года. Ну, это уже современные идут. Да, ну, это вот РБУ. Старые, правда, РБУ. Ракетно-бомбовые установки. Ну, вот это мина. Донная, морская. Эх, а яй. Вот тоже мина. Ну, это, скорее всего, обычная. Это вот как раз я такие же видел. Вот, как раз в Балаклаве. Ходили по музею. Ну, это вот торпеды. Да, вот такая торпеда и у нас реально. Неконтактная, то есть она сама взрывается, да? И не обязательно во что-то упереться. Да, да, да. Это вот эти торпеды. Самонаводящие. Да, 153. Так, а тут у нас... Так, ну, это уже яхты 130, по-моему, или 130. Это уже эти... Как они? Ну, это уже к нашим временам, уже. Да, это уже наши. Да, яхты... А, это Аэро Л-39 Альбатрос. Учебный-то я очень. А, ну, это чисто для учеников, да, получается? Да, да, да. Ну, яхты 130, они копят, такой же. Яхая, яхая, дальше-то у нас еще танки. Ну, да. Так, и вот по старинным пушкам еще быстренько пробежим. Который у нас слева. Это парадный расчет. Парадный расчет еще на деревянных колесах. Да, это уже еще в облаве. В царские времена, наверное, да? Да, 1876-1878 год. Французская пушка. Слава. Это после Крымской войны пушка. Окей. Надо же. Это 2-й 30-й дивизионный офис. Так, а это у нас могучая какая-то, смотри, царь-пушка. 155 миллиметров французская пушка 17-го года. 1917-го, да. 1917-го, да. Ну, тоже французская галбица. И все, заметь, все на деревянных колесах. Да, да. Ну, тогда-то, что еще? Из железа-то, да. Ну, пушки-то уже могли лить, да? А вот колеса еще... 6-й дивову, осадная пушка. 1897. Как раз после этой Крымской войны. Буквально через 20 метров. Так, здесь у нас парадный расчет. Я так понимаю, что это еще павильон какой-то под навесом, да, у нас? Да, да. Ну, можно зайти, но, я думаю, если можно, зайдем. Мы, наверное, просто не успеем это все обхватить. Потому что, действительно, здесь дня мало. Какие тут часы? Если вот так ходить... Ну, смотри, вот эти вот Катюши. Катюша, да. Да, на таком ходу. Мы-то привыкли видеть Катюши. Они на ЗИСах. Да, ЗИС, по-моему, это, да? Да, да. Та, которая вот эта, вот она на двух этих трофонстолах. Да. Так и есть. Да, ну вот, конечно, на гусеничном ходу, честно говоря, я вот... Ну, это уже более современное. Скажем так, где-то, наверное, 50-е годы. Когда вот эти трильевщики стали делать лес таскать. Вот они такие же, похожие у них формы. Кабинки. Вот это вот МИГ-31, новый, современный. Вот он. Который кинжал вытаскает. Но это, по-моему, просто обычный. Танк Матильда. Так, это 37-й, 43-й год, да? Вот эта гусеница тоже сделана как. Я сначала подумал, тоже на резиновых нет. Это уже все металл. А вот здесь, смотри, а здесь, по-моему, резиновый ход. Ну, галоши, да, стоят галоши. Это США, Чаффи. И здесь тоже. За что мы потом выплачивали ленд-лиз американцам. Легкий танк, Стюарт. Так, и следующий у нас Валентин, тоже Великобритания. Ничего себе, название русское, да? МК-3. Тоже сколько катков у них. И все, смотри, все по-разному. Большой, чуть поменьше в глубине. Сто два средних. Да, и опять. Это амортизаторы такие стоят, да? Чтобы его не раскачивало на эти. Так. А это у нас тягач какой-то. А, тягач для галубицы получается. Да, да. Все открыто. Он еще и для пехоты, наверное. Ну, да, и пехоту что-то. Все открыто, кабины нет. Так, и еще, наверное, по танкам быстренько пробежимся. Здесь, кстати, автодром, я смотрю. Рубка СС-13. Это мы сейчас на обратном пути пойдем. Пройдем мимо как раз нее. Я посмотрю, здесь вот автодром. Устраивают, видно, на картинках. Да, картинках. Вот это, по-моему, ИС или КВ. Так, а здесь у нас есть? Да, с таким этим вот. Верх. ИС-3. Конечно, только надо. Чтобы рубить препятствия. Не восемь стали. Они схожи были, как в этом клим-то нашли. Ну, это вот, чтобы, я так понимаю, разворачивать пушку и пробивать препятствия. Вот такие носы делали, да? Ну, да. А, чтобы еще и снаряд отскакивал, наверное, получается, чтобы уходил. При попадании вот в таком, но его не пробьет, не пробьет. А тут в любое место попадем, он будет улетать. А, здесь у нас с этой стороны все таблики. А тут вот, видимо, КВ. Разница между ними-то, такой большой нету. Да, но пушки-то, конечно, мощные. Единственное, что на колбан, вот он, амортизационная пушка. Тут дульник от стоит, там, с этим, с амортизатором. С амортизатором. ИС-2. Вот, что вот это, мне, 34-ка. Да, с . 34-ка. Тяжелый, халли-2. Ехая, вот эта башня. Квадратная. Прям видно, вот эти проворные швы. Смотрите, как плиты вот прям, наложены, заклепаны. И вот тут прям видно, да, какая толщина. Это мы здесь вот сверху видим. А какая она внутри еще? 50, 50, наверное, сотка. А пушка, походу, она еще с амортизатором тоже, да? Видишь, этого нет? Ну, нет, это обычная, скорее всего. Ну, без дульника и без амортизатора. Да? Нет, обычная. Не откатная. Там тоже откатная. Ну, короткоствольная получается она. ТВ-8 уже. Тяжелый. Тяжелый. Огнеметный танк. Сушка, у него, значит, огнемет должен стоять? Да, сушка была, как огнемет. Огнеметом. Выжигает все. Деньги. А дальше у нас тяжелый танк КВ-1. Образца 1942 года. Зибучшее охотника «Геон curio-102 лет». И� 뜻ово в Ирак. Они идут все мощнее и мощнее получается. Да-да. Иiliśmy его. И вот этот самый. Танк КВ-3. Ихань. Вот этот танк. Танк 25- 77-85. Сложка. 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 Броня слабая. Броня слабая. Смотрите, кругом пулеметы идут. Сложка. Сзади есть небольшие пушки. Да, да. Там тоже эти самолетики покаяют пару штук. Те самолётики мы уже не успеем посмотреть, потому что тут ещё и тяжёлые танки, а это вот торпедные катера, да, получается? Да-да-да, якорь Холла, вот он огромный, трёхтомный, на кораблях стоят эти. Это вот уже танки ближе к войне. Да, мы туда пройдём. А, самоходная установка, да, САУ-5, это тоже самоходная, САУ-5-2 образца 1934 года, тоже САУ. Так, а здесь танки. А здесь у нас Т-34, получается, образца, да? Ну, мы потом вот так вот зайдём, пройдём. А, с той стороны обойдём. САУ-76. Это уже 1943 года. Да, но дежитации как-то разные. Ух ты! О, это САУ-85 уже. САУ-85 уже. Советский старатель. Надпись. Дальше, видимо. Больнобойность. А, СУ-100 даже. Фотка. 44. Ближе к победе сделали. О, да. О, да. 120-гиллинтовая, авторист КСГ, 42-й год. Боевого дня она не применялась. То есть её выпустили. Ну, да. Как говорится, пытались там. Модернизировать, наверное, так. Самоходная артеристская установка СУ-122. Ну, это поменялось. Человек. Вперёд за советскую Украину. Да, вот на Украине такие. На этом сколько? 150. По-моему, нет, 122. И СУ. Самоходная. 1944-1945 года. Боевая масса 46 тонн. Дальность 1000. Бронепробиваемость. На дальность 500 мм 150. На километр дальность, да? Да, да. Боевая масса 36 тонн. Но это уже мощно. 152. 152. 152. 143. 152. 152 мм. Самоходная установка. Всего 67 штук. И боевая масса 45,5 тонн. Возвращение. Раздельная гильза. Бронепробиваемость. На дальность 500. 125 мм. Пробивал. На 500 метров. Ну, тут уже вот вообще такое, кажется, вообще непробиваемая мощь. Да, да. Это уже самоходная ательерийская установка. А, это уже после войны. 152К. Простать 1953 года. Это уже... Как она? Корейская война. Так. И вот нам еще вот тот ряд. А где пройти? Здесь, наверное, можно. Пройдем. По-другому так. Вот. Ну, вот. 34-ка. Да. Т-44. 1944 год. Не применялся в войне, кстати. А, тоже его разработали, но... Да, не успели уже применить. Слышка, ствол. Интересно весь. как будто по шарканый осколка 5 миллиметров как будто осколками под побит 5-4-85 самый ходовой танк боевая масса 32 тонны вот так вот а 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 то тут уже короткие пошли. Это 1909-1930 год до этого. Ух ты. То есть тут всякие они уже в перемешку идут. М30-1938 год. 152 мм залбится. И на гусеничном ходу. 203 мм Б4. 32 год. Включаясь эти 204-ые минометы, кимпаны. А, киацин-то, кимпаны, кимпан-то 240, примерно, миллиметр. Классно. Ну, она сама получается самоходка, да? Да, да. Так, ну что, идем мы в скрытый павильон. Так, тоже не пущу, не пущу, не пущу, не пущу. Требенка. Интернет, например. Вовсе. Вовсе. Продолжение следует...